У нас на прямой связи со студией находится Том Блэквелл, генеральный директор консалтинговой компании E-M Advisors. Том, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему российские компании предпочитают именно лондонскую фондовую биржу, а не другие международные площадки, такие как Франкфурт, Нью-Йорк, ну или Гонконг? Ну, я скажу сразу, что это точно не благодаря нашей кухне. Ну, чтобы это оценить, действительно, дело все как бы относительно, и действительно, Лондон оказался такой самой популярной площадкой вот за историю российских IPO. Больше половины всех размещений были именно в Лондоне. Но если изначально это была такая борьба, наверное, между Нью-Йорком и Лондоном, и это был основной вопрос, кто из этих двух победит, то со временем уже действительно Лондон оказался победителем в этом плане. Это можно объяснять довольно жесткие требования и законы в Нью-Йорке и в Америке, которые немножко неудобны и достаточно дорого стоят, чтобы их выполнять. Но, может быть, еще и географическое расстояние между рынками, может быть, даже культурное расстояние, все это как-то шло в пользу Лондона. Другие площадки иностранные, Франкфурт, они, наверное, никогда не играли существенную роль и никогда не будут играть существенную роль. То есть количество компаний, которые смотрят Франкфурт, можно считать на пальцах, и а то много пальцев будет свободно после этого. Поэтому, так сказать, ситуация, все самое интересное, это не Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк, а Лондон, Москва, и роль, который Москва может играть в будущем. Том, на ваш взгляд, если посмотреть в будущее, как вы совершенно правильно завершили свою речь, насколько вероятно, что Лондон по-прежнему будет оставаться такой же важной торговой площадкой для российских акций? Или же все-таки пик интереса к Лондону прошел? Мы знаем, что, с одной стороны, есть всяческие попытки российских регулирующих органов постараться переместить центр торговли российскими акциями в Россию. С другой стороны, мы знаем, что некоторые компании пытаются исследовать, условно говоря, экзотические, так сказать, в кавычках, рынки типа Гонконга. Вот как, по-вашему, у Лондона перспективы по сравнению с Москвой и с Гонконгом? Они хороши или все-таки центр торговли российскими акциями будет куда-то перемещаться из Лондона? Ну, давайте быстро тогда закроем тему Гонконга, потому что Гонконг, в принципе, никогда не показал особо там причины. То есть, две попытки разместиться в Гонконге мы видели не очень удачной. И вот эта идея, что есть рынок, есть инвесторы в Гонконге, которые понимают русские истории, мы не видели доказательства этого. Поэтому, скорее, это Лондон-Москва. Потеряет ли Лондон свою привлекательность окончательно в ближайшее время? Однозначно нет, но все-таки во многом это будет зависеть от того, что мы будем видеть в Москве. Мы уже видели довольно конкретные позитивные шаги, которые были приняты в последнее время, и которые хорошо отразились на объемах именно в Москве. Например, когда Московская биржа выходила на рынок, на IPO, они говорили о будущих реформах. Теперь мы видели, они успешно создали централизованную расчетную клиринговую инфраструктуру, что было важно. Они успешно внедрили T++, расчетную систему. Это те реформы, которые долго-долго обсуждались, но, наконец, мы уже видим, что они воплощаются в жизнь. И в результате мы уже видим, что в 2013 году, в прошлом году было больше размещения в Москве, чем на любой другой площадке, чем в Лондоне. Первый раз, я думаю, за историю, по крайней мере за последние 10 лет, уже видим, что ликвидность существенно увеличивается именно в Москве. То есть это объем торгов, который больше в Москве, чем в Лондоне. Том, спасибо вам большое. К сожалению, наше эфирное время истекает. Это Том Блэквилл, генеральный директор консалтинговой компании Мэдвайзерс. Хочу сделать комплимент. Прекрасный русский язык.